СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ТЕЛЕФОН 8 800 5 977 Здравствуйте, в эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Я уже как-то говорил о том, что тема детей, детства для нашей программы довольно традиционная. Мы сегодня будем говорить о детях. Тем более, опять же, 1 сентября вот только-только прошло. О том, как стартовал учебный год, мы и поговорим. Гость нашей сегодняшней программы – директор Департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Да, в преддверии нового учебного года мы говорили с вашим заместителем о том, как город готовится, как должно все пройти. Все уже прошло, 1 сентября состоялось, такой двойной старт получился, да, в пятницу, потом уже в понедельник. И все-таки, как прошли праздники, были ли какие-то, я не знаю, там, недочеты или что-то еще? И самое главное, да, безопасность детей вот в эти первые дни, даже с точки зрения дорожной безопасности. Вы знаете, да, действительно, 1 сентября для нас всегда очень такой напряженный день, хоть и праздничный. Действительно, линейки в каждой школе, 8-30, более 120 тысяч учащихся просто пришли в школу 1 сентября. Это с 1 по 10 класс. Да, это с 1 по 11 класс. Да, действительно, очень большое количество и, конечно же, накладывает определенные условия на организацию безопасности образовательного процесса проведения праздников. Линейки везде удались, они были традиционные. Во всех школах прошел всекубанский урок с приглашением почетных гостей. Одна из, скажем так, изюминок праздника. Действительно, у нас было в этот год, как никогда, очень много почетных гостей, которые действительно приняли участие, неформальное участие в первых уроках. Дети остались очень довольны. Вместе с тем, если говорить о безопасности, о той вот серьезной работе, которая была проделана за летние месяцы, действительно, она себя оправдала. Это и 100% обеспечения охраной школ, более 100 миллионов рублей. И действительно, в каждой школе это ЧОПовец, подготовленный, обученный, с лицензией, с карточкой. И те проверки, которые прошли в летние периоды, мобилизовали наши охранные предприятия. Здесь они очень серьезно взаимодействовали с полицией, с ГИБДД, с органами. И здесь нареканий особых не было. Конечно же, учебный процесс, это в первую очередь, его безопасность связана с обеспечением, в том числе, и пожарной безопасности. Все системы безопасности были проверены перед первым сентября. Слава богу, пока не сработали. Но надеюсь, что это будут добрые помощники в нашей дальнейшей работе. Тревожные кнопки в каждом образовательном учреждении настроены, проверены, причем проверены неформально, с реальным вызовом групп реагирования, которые приезжают в течение 3-5 минут в этой ситуации. С обходом образовательных учреждений, кинологическим обследованием. Все это позволило провести 1 сентября и начать новый учебный год. А вот то, что касается тревожных кнопок, я прошу прощения, что я перебиваю. Разные родители по-разному воспринимают вот эту тревожную кнопку. Она все-таки на пульт пожарной охраны или она на пульт МВД поступает? Кого можно вызвать вот этой самой тревожной кнопкой? Ну, скажем так, у нас есть и такие системы, и такие. Они называются у пожарной охраны дублирование сигнала сработки автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. А все школы автоматикой? Все школы, все детские сады, все учреждения наши образовательные подобной автоматикой оснащены. И непосредственно после, не дай бог, задымления, возгорания срабатывает автоматическая пожарная сигнализация, и автоматический сигнал передается на пульт ГОМЧС пожарной охраны на МИР. И уже независимо от того, ложная это сработка или какая-то действительно серьезная ситуация, к нам выезжает пожарная машина. Разбираются ситуации, принимается решение уже постфактум по прибытию пожарной. Кнопки тревожной сигнализации вызова в неведомственной охране Росгвардии. Эти системы у нас уже смонтированы в течение, наверное, пяти лет. То есть это отдельная система? Это отдельная, да. Каждый охранник оснащен на переносной брелком специализированным. Есть и стационарная кнопка, которую можно нажать на стене. И, соответственно, до четырех брелков в образовательном учреждении, не только у охраны, у дежурных администраторов, которые позволяют среагировать на вызов полиции без поднятия трубки телефона. Просто обычным нажатием одной кнопки. Тогда еще один момент, если позволите. Насколько вот такая кнопка или такие системы, насколько они доступны в том отношении, что да, четыре брелка, я понимаю. Там, не знаю, директор, наверное, какой-то дежурный учитель, охранник и так далее. А другие учителя, ученики, если вдруг они что-то заметили, насколько они знают, где это находится? Насколько они могут этим воспользоваться? Потому что ситуации бывают разные, да, и вот там то, что произошло сейчас во всех новостях, мы тоже об этом слышали. Ну, здесь на самом деле играет очень важную роль внутренняя организация систем безопасности в образовательном учреждении. Традиционно, начиная, я уж не знаю даже с каких времен, в школе есть дежурные учителя, дежурный администратор. Организована система именно дежурства с точки зрения, конечно же, она в первую очередь была с точки зрения воспитательной работы, чтобы дети спокойно себя вели на переменах, были заняты чем-то, чтобы не наделали каких-то бед. Понятно, что эту систему никто не отменял, и она как бы переросла уже, допустим, в систему действительно обеспечения безопасности комплексной. Когда дежурный учитель отвечает уже за то, что если он увидел и отреагировал немедленно, ну, а школа-то небольшое на самом деле здание, либо на дежурного администратора, либо очень быстро сообщил охране, либо держателю этой кнопки, директору, что происходит. И механизм очень простой. Сначала нажми, потом разбирайся. Видеонаблюдение. Мы об этом говорили. Было затрачено достаточно большое количество денег на то, чтобы это оснастить. Все школы сейчас этим оснащены, или там еще где-то нужно над этим работать? Нет, у нас все образовательные учреждения, опять повторюсь, детские сады, учреждения доп. образования, оснащены камерами от 8 и более штук. Эти системы сведены в единый пульт на пост охраны. Некоторые, там, где проходит единый государственный экзамен, вообще выведены в кабинет директора, там до 60 камер по школе установлено. Очень серьезные системы безопасности, которые позволяют реагировать действительно на ситуации, возникающие. И мы в прошлом году пару таких случаев, на самом деле, смогли предотвратить. Ну и плюс они, конечно же, помогают дальше в разбирательстве в ситуациях, которые уже произошли. То, что территория образовательного учреждения прикрыта полностью и ведется запись и видеонаблюдение территории 8 камерами, как правило, этого достаточно. Это действительно так. Они работоспособны и проверяются. Заборы. Мы, опять же, говорили, по существующим требованиям, вход на школьную территорию должен быть один. Ну, я имею в виду открытый, доступный. Должны быть везде заборы. Плюс еще, если вернуться к ГИБДД, там вот со стороны дороги должна быть она прикрыта только-только вот места... Действительно, во многих школах есть второе, назовем его, заборное ограждение. Ограждение, которое отсекает главный вход с территории школы от проезжей части. То, что касается действительно входа в образовательные учреждения, пользуясь случаем, еще раз хочу как бы обратиться и к жителям. У нас бывают различные такие не очень хорошие ситуации, когда вот требуют... Я здесь всегда ходил, хочу попасть на территорию государственного учреждения. Эта территория, на самом деле, не территория общего пользования. Действительно, закрытая территория, на которой нам предписано обеспечить все меры безопасности. Прекрасно понимая, что спортивные площадки это центр притяжения района, мы, естественно, подконтрольно рассматриваем, что происходит на территории, как взрослые со своими детьми занимаются, что происходит. Но вход на территорию, согласно нашей конструкции, должен быть один. В некоторых случаях, где действительно есть проблемы с организацией безопасного подхода в школе, либо гаражи до сих пор не убранные, либо действительно там отсутствие тротуаров, мы принимаем решение по часам открывать дополнительные калитки. Но только для того, чтобы детей впустить и выпустить с территории, а потом их закрыть и в ночное время в том числе. Вообще, по нормативу, нахождение образовательный процесс должен быть до 21 часа в здании школы, завершен все кружки, все секции, на территории образовательного учреждения точно так же. Поэтому в принципе на территории никого не должно быть. Если позволите, продолжим разговор о безопасности. В данном случае я бы хотел поговорить о безопасности питания. О питании мы поговорим отдельно. Во второй части нашей программы у нас остается время до рекламы. Вот безопасность питания, чтобы от темы безопасности далеко не отходить. Как сейчас организован вот этот процесс? Этот процесс точно так же, как стандартно, традиционно организовывается следующим образом. Во-первых, 10-дневные цикличные меню, согласованные с Роспотребнадзором, они в принципе действуют, согласованы, действительно проверены, есть в каждой школе. Но родителям заранее его... Ну, оно с ним можно ознакомиться, да. Оно не вывешивается родителям заранее. Родители могут ознакомиться с ежедневными меню, которые утверждаются директом школы, которые разрабатываются на основании этих меню. То есть ситуация, действительно, вот то, что выдают детям в виде таких документов, есть. Естественно, работа бракеражных комиссий, которые работают в школе с соответствующим журналом, фиксацией, пробой, съем пробой блюд и недопуском блюда, если к нему возникают какие-то сомнения. Родители могут быть допущены до работы такой бракеражной? Бракеражной комиссии нет. Это дело учреждения. Туда входит медик, как правило, входит сотрудники школы под приказ директора. Но, тем не менее, общественный контроль мы не отменяли. Родители вправе ознакомиться с теми блюдами, которые есть. Мы устраиваем выставки блюд. Милости просим директора и комитаты школьного питания, готовы это и сейчас организовывать. Возможен общественный контроль, в том числе присутствие при работе бракеражной комиссии. Мнение особое, как бы, учитываться будет. Но, естественно, все равно решение за бракеражной комиссией. Кроме того, мы традиционно, начиная с первых чисел сентября, выходим с проверками в образовательные учреждения, проверки пищевлоков на чистоту, на соответствие цикличного меню и ежедневного меню. Работают холодильники и не работают. Да, товарное соседство. То есть, понятно, школа запустилась 1 сентября, лето закончилось. Нужно посмотреть, что происходит. Мобилизовать всех работников на начало учебного процесса. И такие проверки сейчас будут проходить. Сделаем паузу, посмотрим рекламу, потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о том, как начался учебный год здесь, в городе Краснодаре. Алексей Сергеевич, ну вот мы первую часть программы, мне кажется, достаточно подробно проговорили вопросы безопасности в новом учебном году. Я надеюсь, что вот в этой части, дали попытства родителей и наших зрителей мы удовлетворили. И заканчивали мы на безопасности питания. И если позволите, давайте продолжим как раз про питание, как оно сейчас организовано в наших школах. Я слышал, что теперь 100% детей должны питаться в школе. По крайней мере, такие разговоры идут. Действительно ли это так? Ну, скажу сразу, это на самом деле требование санитарных правил и нормативов. Каждый ребенок, посещающий школу, должен быть обеспечен горячим питанием. И ответственность здесь, в первую очередь, родителей. Все такие? Да. И мы создаем все условия для того, чтобы это было действительно так. Ну тогда, насколько мы успешно создаем такие условия? Ну, надо отдать должное. Мы не раз уже говорили об организации питания и о федеральном проекте, в котором мы поучаствовали. Надо отдать должное, наши пищеблоки действительно оборудованы как положено. Есть необходимое торгово-технологическое оборудование, состав поварской, блюда соответствующие, разнообразные. Условия созданы, действительно. То есть новые технологии, я вспомню это слово, пара... Параконвектомат. Да, вот параконвектомат. Есть, да. Параконвектомат у нас даже уже есть в каждой школе. И это действительно даже одно из условий безопасности. Потому что действительно на пару проводится приготовление блюд, термическая обработка, которую не достигнешь, конечно же, в обычном там или котле, или на сковороде, и так далее. Условия эти созданы. В каждой школе есть свой пищеблок, в каждой школе есть соответствующий обеденный зал. Некоторые из них, кстати, выглядят очень и очень серьезно. Они называются даже кафе. Вот директора пошли по такому принципу, организовав некие такие свободные зоны, что очень детям нравится. Осталось теперь только действительно... Опять же ребенок, я знаю, может выбрать. Выбрать. Не просто то, что положили. Линия раздачи, да. Линия раздачи – это, ну, если не аналог шведского стола, к которому можно подойти со всех сторон, да, ну, по крайней мере, это действительно мармитная линия с выбором блюда как таковой. И во многих школах действительно организовано именно не накрытие столов, а выбор, непосредственный выбор ребенком соответствующего блюда. Охват питания у нас очень высокий, он выше, чем 95%. И вот нам осталось 5%, конечно же, уговорить родителей объяснить необходимость действительно горячего питания для школьника именно там в 11 часов, второй завтрак, как это называется. Ну, вот, мне кажется, часть, по крайней мере, из этих 5%, о которых вы говорите, о которых нужно еще уговаривать, одна из таких вещей – это цена. Родители ведь доплачивают. Родители платят. Доплачивает как раз муниципалитет, краевой бюджет и так далее. Мы компенсируем часть родительской платы за питание. И надо отдать должное, в городе Краснодаре уже третий год плата за питание не повышается. Не повышается. Завтрак для начальной школы составляет 65 рублей, для старшей школы средней и старшей – 75 рублей. Родительская доплата, родительская плата составляет 55 рублей, 65, соответственно. Соответственно, обед стоит в школе, это то, что можно с линии раздачи получить. От 60 до 80 рублей в зависимости от мощности пищеблока, буфет это или столовая доготовочная, или столовая на сырье. Цена не повышалась уже в течение трех лет. И в этом году, 31 августа, заседал Совет по питанию, где было принято решение сохранить данную цену. Соответственно, доплаты тоже существенные. Они, конечно, касаются категорийных, так называемых, детей. Это малоимущие 15 рублей, это многодетные 10 рублей из краевого бюджета. Мы сохранили такую норму, как каждому ребенку в день 10.50. Мы не пошли на сокращение этой нормы, и она действует для каждого нашего ребенка, как доплата к родительской плате. Соответственно, молоко для учащихся. Вот, да, отдельно хотел спросить. Молоко, мне когда дети учились в младшей школе, мне очень радовало. Молоко, да. Сейчас это осталось. У меня просто дети подросли, я не знаю. Второй год, и в этом году в том числе, молоко выдается детям начальной школы. Мы ушли от старшего звена. Этому пришелся серьезный анализ, что происходит, пьют или не пьют. И было принято решение на уровне городской думы, администрации города, сохранить эту норму для учащихся первых, четвертых классов. Единственное, хочу также, пользуясь случаем, сказать, что сейчас эта норма носит заявительный характер. То есть родитель может выбрать, да? Да, пьет или не пьет. Поэтому, уважаемые родители, сейчас еще есть время написать заявление буквально в течение вот этой недели о том, есть желание получать молоко или нет. И также по нормам, как оно и было, будет выдаваться ребенку, чьи родители написали заявление, этот пакет молока непосредственно в первых-четвертых классах. Ну вот общая сумма компенсации для совсем детей многодетных, малообеспеченных и так далее, где-то на 35-50 снижает стоимость родительской платы для питания школы. На 35-50%? На 35 рублей. А, на 35? Да, фактически на 50%. Фактически на 50%. Фактически на 50%. А в некоторых случаях даже и больше. Есть и категории, которые пользуются бесплатным питанием. Это категории детей сотрудников правоохранительных органов погибших при исполнении служебных обязанностей. И, конечно же, дети с ограниченными возможностями здоровья. Они двухразово получают питание бесплатное, завтрак и обед. Это так называемые коррекционные классы. Ну вот откровенно скажу, весь комплекс вот этой вот составляющей коммерческое питание в течение трех лет в городе Краснодаре в принципе не менялся. И, надеюсь, мы будем только поэтапно идти к тому, чтобы вот какие-то социальные льготы, если позволит, конечно, бюджет все-таки расширять. Прекрасно понимая, что это необходимо делать. Я прекрасно понимаю, что 1 сентября уже прошло. Соответственно, мы теперь уже, ну там, с достаточной долей вероятности, если там и будет двигаться, то незначительно. Понимаем, сколько у нас детей учатся в школе. Или там в школах города. Мест хватает на всех. Есть ли школы, которые занимаются в три смены. И что будет дальше? Количество детей, я так понимаю, будет только расти. Да, город инвестиционно привлекательный. Количество жителей, количество детей растет. Сразу скажу, что школ, обучающихся в три смены нет. Еще раз хотел бы акцентировать внимание, что учебный процесс в школе по Санпину разрешено проводить с 8 утра и заканчивать в 19-10. Вот за эти рамки у нас учебный процесс ни в одном классе не выходит. То, что называют, я называю в кавычках, третьей сменой, а все говорят в обиходе третья смена, это так называемая возможность в начальной школе организовать подсмену между первой и второй, когда первоклассники имеют три урока, а второклассники имеют четыре урока. И там высвобождается время для того, чтобы можно было посадить еще один класс. Это непростая ситуация. Вот таких школ у нас пока две. 93-я школа, конечно же, она находится рядом с микрорайоном плотной застройки, в котором уже началось строительство образовательных учреждений на Восточно-Кругленковском на 1550 мест и в микрорайоне Губернский на 1550 мест. Причем в микрорайоне Губернский он фактически подошел к отделочным внутренним работам. На Восточно-Кругленковской, я видел, только начались заливаться, ну, как называемые ноль по строительному фундаменту образовательного учреждения. И думаю, что вот эта тема в следующем году снизит свою актуальность. Конечно же... Пристройки, вот насколько это эффективная мера? Вы знаете, достаточно эффективная мера, например, 66-я школа пристройка, там была земля, которая позволила разместить пристройку на 400 мест, ну, которая вообще на самом деле сравнима по размеру со самой школой. Во-первых, она позволила небезызвестным нам, школам 71-й, это уже 66-й, обеспечить обучение без подсмены, принять всех желающих микрорайона в школу. Ну и самое главное, это следующий шаг в выполнении поручения президента о переходе школ на односменный режим обучения к 25-му году. А насколько вот такая пристройка, насколько там, скажем так, комфортные условия для детей? И отличаются ли там условия в пристройке, да, от того, что есть в основной школе? Ну, скажу сразу... Там температура, вода, там... Вот эти условия совершенно не отличаются. Они соответствуют санитарным правилам и нормам, как в основной школе, так и в этой пристройке. Отличие, конечно же, в современности здания, да, в новых отделочных материалах. Ну и, конечно же, в ширине коридоров. Понятно, что очень серьезные изменились с тех времен, а школы у нас строились где-то с 60-го по 75-й, 78-й годы. Да, старожилы. Да, старожилы. Ну, вот основной бум такой строительства был. Конечно, там действовали одни правила и нормативы. И там, кстати, наверное, и была точно такая же проблема, как и у нас сейчас. В том, что бум строительства пришелся как раз вот на этот пик десятилетия. То, что современные пристройки, конечно же, только улучшают пребывание детей в школе, это несомненно. Плюс ко всему, конечно же, пристройка, которую получают школы, оснащается уже самым современным оборудованием. Слово такое, пристройка, как-то вот оно как-то так. Нет, да, это ассоциируется, это, как правило, строители и мы придерживаемся другого слова. Блок. Блок начальной школы, блок старших классов. Это действительно отдельно стоящее, фактически типовое здание образовательного учреждения, которое, как правило, соединено галереей со старым зданием. Ну, и еще один вопрос. У нас не очень много времени остается, там буквально пару минут. Совершенно понятно. Да, мы укомплектовали школу, мы всех приняли, но миграционные процессы никто не отменял, люди будут еще приезжать, это совершенно точно. Хватит места, если вдруг еще кто-то приедет. Обеспечим образование детей? Конечно, обеспечим образование. В этой ситуации, да, мы всегда обеспечивали. Миграционные процессы, надо дать должное движению учащихся уже после начала учебного года, вот после сентября, оно успокаивается. Действительно, уже как бы входит все в традиционные процессы, можно уже более точно посмотреть, где есть место, определить образовательные учреждения. Но хочу рассказать о механизме, он один. Не очень много времени просто. Хорошо. В любом случае, если в школе по месту жительства директор отказывает вам, что у него нет мест, милости просим, обращайтесь в отдел образования, в департамент образования, мы найдем место и решим вашу проблему максимально комфортно для вас. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Сергеевич, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить. Мы сегодня говорили о детях, мы сегодня говорили о начале учебного года, мы говорили очень много о безопасности и о питании, что, мне кажется, очень сильно волнует родителей, особенно первоклассников. А гостем нашей сегодняшней программы был директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5 977.